В зависимости от способа, которым представляют графическую информацию, существуют различные виды компьютерной графики. Цифровые изображения, применяющиеся в издательской деятельности, разделяются на две категории – растровые и векторные. Давайте посмотрим, каким образом осуществляется хранение данных в растровых документах. Во-первых, любой растровый документ имеет физические размеры, которые характеризуются его шириной и высотой. Например, в данном случае мы наблюдаем размер изображения, который может выражаться в полиграфических единицах измерения. Это такие, как сантиметры, миллиметры или дюймы. Или в стандартных для компьютерной графики единицах измерения, то есть пикселях, или иначе говоря, точках. Точки могут быть различной формы. Чаще всего эти пиксели или точки, форма их является прямоугольной. Но при необходимости выполнять работу, которая планируется к демонстрации на различных устройствах вывода, такие как плазменные панели, форма пикселя или форма точки может быть изменена на ромбовидную. Для каждой точки в данном графическом формате хранится следующая информация. Расположение точки на рабочем пространстве по иксу, по игреку. Это во-первых. Вторая информация для каждой точки или для каждой пиксела, хранимая в данном графическом формате, является цвет. Цвет хранится в различных цветовых форматах или так называемых цветовых схемах. Чаще всего используется при работе с компьютерной графики цветовая схема красный, синий и зеленый. Это три оттенка цвета, интенсивность каждого из которых можно изменять от нуля до 255. И за счет смешивания этих лучей цвета осуществляется вывод всей полноты полноцветной картины изображения. При работах полиграфических используется другая, чаще всего цветовая схема, которая состоит из четырех красок. Голубая, пурпурная, желтая и черная. Соответственно интенсивность каждой из этих красок изменяется от нуля до 100%. В зависимости от вида цветовой модели, для каждой точки в документе хранится информация о этих четырех красках, либо о интенсивности каждой из этих красок, или о трех соответственных лучах, интенсивности этих лучей. Поскольку в документе присутствует достаточно объемное количество этих цветных точек, из которых состоит это изображение, соответственно растровые документы являются достаточно объемным, потому что хранятся не только количество точек, но и позиции, как вы видели, достаточно много информации, касающейся цвета. Соответственно при работе с растровой графикой необходимо достаточно жесткие требования предъявляются к компьютерной технике. Давайте же рассмотрим повнимательнее это изображение. Увеличив его в определенное количество раз, мы с вами будем наблюдать, что все изображение состоит из точек. Точек разного цвета, а цвет описывается этой цветовой схемой, которую можно еще назвать ГОСТом на определенные цвета и оттенки. Соответственно хранение информации в таком виде является, как вы видите, достаточно трудоемким процессом и обработка, в том числе этого трудоемкого процесса, может занимать довольно большое время. Построение всей многообразия этой картины, как мы с вами только что наблюдали, основано на оптическом обмане зрения. Несмотря на это, можно еще увидеть один из недостатков. При масштабировании изображений, когда мы уменьшаем масштаб изображения, мы можем получить последствия в потерю качества изображения, которое первоначально было достаточно четким. Почему такое происходит в растровой графике? Ну, дело в том, что изначально изображение состояло из тысячи точек по горизонтали, ну и 800 точек по вертикали. Когда мы с вами уменьшаем это изображение, оно начинает располагаться сейчас, например, ну, на 100 точек по горизонтали, на 80 точках по вертикали. Соответственно, остальная графическая информация, те точки, которые хранили информацию о всех деталях, была просто отброшена. И впоследствии, когда мы снова пытаемся растянуть информацию, которая содержится на 100 точках на графическое поле шириной в 1000, там существуют пробелы, то есть этой информации нет. Соответственно, программа Photoshop, она не делает пробелов. Она с помощью определенной технологии интерполяции данных дорисовывает необходимые графические точки. Ну, в зависимости от метода интерполяции данных, тот или иной метод дает различные варианты качества изображения. Но в любом случае, необходимо использовать специальные возможности данного программного продукта, чтобы не потерять качество хотя бы относительно оригинала изображения. Есть еще один параметр, так называемое техническое качество растрового документа. Это техническое качество растрового документа выражается в количестве точек на единицу длины. В данном случае это техническое качество называется разрешением. И сейчас оно составляет 72 пикселя на дюйм. Поскольку программный продукт разрабатывался в западных странах, соответственно используется в полиграфии единицы измерения не миллиметры, а дюймы. Почему здесь указано 72? Значит существует стандартное разрешение или разрешающая способность мониторов. То ли это электролучевые мониторы, то ли это жидкокристаллические мониторы. И у тех, у других разрешающая способность 72 точки на дюйм. Соответственно при работе с компьютерной графики разрешение или техническое качество документа 72 точки на дюйм является достаточным для отображения качественного изображения на экранах. Но при работе с полиграфией вы хорошо знаете, что любое печатающее устройство, даже обычные принтеры печатающие черно-белые изображения, они выбивают 300 точек на дюйм. Соответственно если мы подадим на печать изображение с разрешением 72 на бумаге оно будет некачественно выглядеть. Минимальное разрешение при работе с полиграфической продукцией, то есть с продукцией, которая необходимо будет впоследствии печатать на бумажный носитель является 300 пикселей на дюйм. Еще следует отметить одну немаловажную вещь. Посмотрите на размер изображения, когда его разрешение 72 пиксела на дюйм. 2 мегабайта. Как только мы устанавливаем 300 точек на дюйм, изображение становится сразу же 39 мегабайт. То есть чем выше техническое качество документа, проще говоря, чем качественнее изображение, тем объемней сам документ. Это еще один из минусов при работе с растровой графикой. Как вы видите, при работе с растровой графикой наблюдаются достаточно большое количество сложностей. Почему же все-таки растровая графика используется? Во-первых, первая довольно основная причина широкого распространения растровой графики это то, что вся информация, которую мы получаем с цифровых фотоаппаратов, с видеокамер, вся информация, которую мы получаем после сканирования изображения бумажного в электронном виде, она представляется именно в растровой графике. От растровой графики уйти не удается. Поэтому необходимо знать все свойства данного типа графики и уметь работать с растровой графикой. Является данный тип работы одним из необходимых для любого дизайнера. Будь то веб-дизайнер, будь то полиграфический, человек, который ориентирован на полиграфический дизайн, или даже анимационный дизайн и трехмерный. Дело в том, что при создании трехмерных моделей все равно необходимо после создания каркаса использовать текстуру. А именно текстура она подготавливается в виде растровых изображений в растровых редакторах. Такие как Jim редакторы или такие как Adobe Photoshop. Таким образом можно сделать заключение, что растровое изображение состоит из точек, называемых пикселями. Каждая точка хранит информацию о своем местоположении по иксу и по игреку внутри документа, а также полную информацию о цвете. И документ хранит такой параметр, как количество точек на единицу длины. А шаблонное мышление человека воспринимает эту разрозненную информацию о частицах как единую цельную цельный вид графического изображения.